Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пострадают от неверно заложенных в бюджет параметров здравоохранения, образования, реальный сектор экономики, сельское хозяйство, машиностроение, наука, культура, поясняет Владислав Жуковский, получат свое лишь военные и банкиры. Бюджет очень хорошо согласуется с основными направлениями денежно-кредитной политики Центрального банка России и, логично, ее дополняет. Минфин от него не отстает, проводит ту же самую целенаправленную политику по зажиму объема рублевой денежной массы в экономике. Минфин традиционно рассматривает все расходы бюджета именно как страты. Если относиться к расходам государства именно как инвестициям, то, в принципе, другая логика должна быть у государства и особенно у мистерских финансов. Но, на сожалению, все расходы именно воспринимаются как бюджет у доката денег, поэтому Минфин их режет по-живому. И резать будет дальше. Деньги у государства есть, но для того, чтобы проводить нормальную антикризисную политику, понадобится смена правительства, уверен эксперт. После нескольких попыток долгосрочного трехлетнего планирования Кабмин перешел к однолетнему. Это показывает, что государство не способно понять, что происходит в мировой и российской экономике, и реальный горизонт планирования составляет не более трех месяцев. Отсюда последуют частые корректировки бюджета на ходу. Может, виноваты действительно сложные условия? Что значит сложные условия? Такие сложные условия нас довел не загнивающие за границу, не за рубежные страны, не Европа-Америка, либо Япония, Супостатый, Носклюзгепа, либо Боровой, Хищенич. Но в этой ситуации довела вот эта вот команда младых реформаторов Гайдаровского разлива. Этот самый батальон Гайдар продолжает крушить Рочевскую коммунику и весь реальный сектор. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok